После ралли-мажора, не знаю, что-то, может, в районе звездной болезни произошло. Напрягали игры, типа, где у тебя нет никакой цели. Слишком сильно печет на эту тему. Играем, 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 играем. Приходится играть в то, что имеем. У нас был Лус-3, где-то игр 20. Главное просто верить. Ты можешь просто задохнуться от игры и банально там постоянно руки холодные. Этот буткемп, он, наверное, самый продуктивный. Как выйти из тильта? Никак. Конец. Так, начнем. Что, блядь? Стартуем. Привет, Шепард, как твои дела? Очень хорошо. Что у нас сегодня произошло на буткемпе? Сегодня мы выиграли секрет, тем самым прошли на мажор. Мажор когда будет проходить? Когда нашим зрителям приходить смотреть? 6-8 ноября. Итак, начнем. Пару вопросов в целом. Каково это быть человеком, который дает интервью раз в 3 года? Очень классно, никто тебя не трогает и ты можешь спокойно сидеть и ничего не делать. Представь, что ты вот сейчас мне дашь интервью, а потом придет Дудь и скажет, что он хочет тебя на интервью. А ты уже в этом году дал интервью мне. Как ты поступишь в данной ситуации? Конечно же, удалю старые записи и пойду дать интервью Дудю. Все, это прекрасно, я считаю, ответ. Я бы сделал точно так же. Абсолютно верно. Ладно, поехали. Серьезные вопросы. Ты соответствуешь известной характеристике strong, silent type. Немногословный и сильный. Как считаешь, в чем секрет твоего хладнокровия в игре и в повседневной жизни? Это, между прочим, ни для кого не секрет, потому что даже наш тренер, еще на Invitational, говорил, что ты отличаешься этим качеством. Поэтому прокомментируй, как сам считаешь. Это не считаю это каким-то, в принципе, достоинством или чем-либо еще. Это просто совокупность каких-то факторов, не знаю, там пониженного давления или чего-либо еще, потому что постоянно руки холодные. Типа это на самом деле не очень даже и приятно, если так задуматься. Так, не знаю, что еще добавить. Ну, просто так вот такой характер сложился. Ну, ты как считаешь, на твоей роли в команде такой характер больше помогает или мешает? С разных сторон можно проявить себя в те моменты, когда нужно как-то подбодрить команду или что-либо сказать положительное. Это может не получиться просто потому, что ты можешь не знать, что сказать или не знаю, в общем. Ну, а с другой стороны, наоборот, когда все могут нервничать, ты можешь как-то с холодной головой оценить все ситуации и дать правильный выбор. После того, как у нас произошла замена с Коржекой и пришел Always, ну, началась такая перестройка новой команды. Вот расскажи об этом и какие вообще сейчас, ну, тогда и сейчас команда перед собой ставит цели. Ну, помимо того, что, конечно, вернуться на топ и, типа, быть лучшей командой мира, какие-то более такие, менее глобальные цели? Глобальные цели в плане достижения чего-то или... Ну, да, вот что вы сейчас работаете, например, вот подработать над коммуникацией или там закрепить роли, да, вот конкретно по игре? Ну, тогда, то есть после мажора американского, ну и до, в принципе, у нас всегда, типа, были цели работать конкретно над коммуникацией и... Ну, тогда, наверное, мы еще над импровизацией так сильно не работали, у нас всегда были обычные дефолты. То есть у нас есть какой-то дефолт, мы его всегда играем, 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 играем. И уже в зависимости от противников, от разных банов, от того, что противник делает, уже что-то точечно можно там колить или говорить, что можно поменять прямо во время игры или там между раундами. Вот. А сейчас, ну, помимо того, что мы поменяли роли и, в принципе, сейчас каждый на своей позиции изучает для себя что-то новое, что можно сейчас сделать, как, допустим, сейчас открыли такую штуку, как... Ну, вообще, типа, поняли, как работает Reenforce по-новому. То есть если распилить его верхнюю часть и нижнюю, не полностью, как это раньше Маврик делал, типа, полностью это снизу полоска, полностью сверху полоска, а чисто там, допустим, с задним баллом это можно сделать сверху, распилить и снизу распилить, и то у тебя софтовая стена будет. Так же эйсом, так же хибаной можно сделать. Ну, в общем, такие микромоменты все, типа, сейчас изучают на своих ролях. Ну, и по-прежнему, также работа над коммуникацией. Очень много клатча мы выиграли в этом стейдже. Это все от импровизации, от коммуникации, в принципе, тоже зависит. Ну, импровизацию нельзя, как, типа, записать в этот список, потому что это всегда дело такое. Типа, когда ты уже видишь, что у команды шансов ноль на победу, ты уже что-то начинаешь из себя давить. И в каких-то моментах это может получиться. Вот скажи, а ты согласен, что Асаду сейчас называют симулятором уборщика гаджетов, так как атаке приходится очень много ресурсов тратить на зачистку гаджетов обороны? Согласен с таким моментом? Абсолютно согласен. Я сегодня целый день убирал в атаке девайсы и не только. Ну, и в принципе, все. А тебя текущая мета вообще раздражает? Нет ностальгии по старой, более экшеновой радуги? Это, естественно, на всех раздражает, потому что игра потихоньку начинает превращаться в то, что ты сидишь за щитом, у тебя стоит две соги, там что-нибудь еще, там камера маэстро, милюси трапы, в общем, все-все-все, все, что можно, люди накидывают, и ты как бы просто можешь сам задохнуться не от того, то что против щита играют какие-то супер там скилловые человек, которые жестко как-то стреляют, мы же все-таки в шутер играем, правильно? Вот. А ты можешь просто задохнуться от игры и банально там не сломать один щит и проиграть из-за этого раунд. Поэтому, естественно, на всех эта мета раздражает, и все бы хотели вернуться к старому Сиджу, если так можно сказать. Вот. Но приходится играть в то, что имеем. Понял. И вопрос еще по мете. Стоит ли отнять стационарные щиты у Смока и Ломая или, в принципе, переработать эти щиты в текущем виде? Да, у многих уже на самом деле есть такие затеи, ну, предложения тому, чтобы либо просто убрать щиты у тех оперативников, у которых очень высокий пикрейт, то есть Смок, Ломай, не знаю, там, чтобы люди просто банально там, им приходилось играть на какой-нибудь алиби, которое по факту бесполезно или что-нибудь типа того. Вот. Самое, наверное, лучшее, как мне кажется, это просто убрать стекла на щитах у всех обычных оперативников и оставить их только на ГОИ-щитах. Это было бы самое логичное, наверное, решение. Команды сильнее стали. Если раньше там были команды, на которых можно было там зафармить, так сказать, поинты, типа там, ну, я не буду называть, чтобы не обидеть, правильно? Вот. То сейчас типа с кем бы ты ни играл, всегда будет лютая какая-нибудь патняра или что-нибудь типа того. Вот. Ну, с нами после ралли-мажора, не знаю, что-то может в районе звездной болезни произошло, когда типа ты уверен в себе, ты знаешь, что ты должен всех побеждать, но у тебя не получается, и от этого только больше там печет или что-нибудь еще происходит, короче. Вот. И поэтому все вот так пошло наперекосяк. С ГОИ-2, в принципе, то же самое, наверное, случилось. Ну, только не звездная болезнь, а наоборот, типа они поняли то, что они уже, ну, ничего не могут. Вот. И то, что все, что они меняют, ничего не получается. И на это нужно намного больше времени, и поэтому они типа просто послапали людей. И совершенно по-другому начали играть. Экосистема Радуги, она, как по мне, более в худшую сторону повернулась. Типа все игроки трезвонят о том, что типа нужно БО-3, потому что БО-1 без овертаймов, это вообще такая рандомная шляпа. То, что, ну, не знаю, короче, это трудно описать. Слишком сильно печет на эту тему, потому что в АПАКе, вот так по градации, если смотреть, АМЕРИКА БО-3 с овертаймами, БРАЗИЛИЯ БО-2 тоже с овертаймами, по-моему, или нет? Нет, там ничего есть. АПАК БО-1 с овертаймами, и Европа просто БО-1 без овертаймов. Ну, типа, как так в самом, по сути, сильном регионе, самая плохая выбранная система. Ну, и там про ЧЛ, квалы тоже можно, не квалы, вообще, в принципе, про ЧЛ тоже можно много чего говорить, но и так все видятся. Ну, как ты вообще оцениваешь сейчас шансы на мажор, на то, чтобы вот сыграть с этими четырьмя командами? Шансы есть всегда, главное просто верить, то, что ты можешь всех выиграть, просто в голове все держать, то, что 0. Ты же можешь их выиграть, правильно? Все. А БДС являются такими монстрами, как их сейчас, ну, условно, молюют, да, все? Или все-таки есть у них слабые стороны, можно? Да, у каждой команды можно найти слабые стороны, и это просто вот в данный момент они поменяли, ну, как в данный момент, еще два стейджа назад, но это относительно, вот у них после замены такой небольшой моральный буст появился, когда они Бриду взяли, когда он там весь первый стейдж, по-моему, он отыграл там, короче, супер хорош, что-то на первое место, вообще, в принципе, по кругу, потом второй стейдж у них Шайко заточил чисто, вот, ну, это обычная команда такая же, просто игроки с высоким уровнем, как бы, пониманием игры, стрельбой, у каждого игрока там есть своя сильная сторона, вот, и, ну, это все же по-прежнему обычная команда. Что скажешь по поводу Virtus.pro, ну, как сильно они стали, как бы, сильнее или слабее, как твое мнение, сейчас вот по вот этому, по вот этой проливе, именно Stage 1, Stage 2. Ну, если брать Stage 1, Stage 2, я бы больше взял, наверное, от благодарительного турнира, который Open Clash, ну, хоть это и, как бы, благодарительный турнир, но все же, там все играли по факту посерьезки, даже если взять то, что там Роги были, только собрались, вот, ну, в общем, если брать этот период, то, я думаю, на Open Clash у них прям, типа, прям такая нарастающая мощь была, прям все видели то, что они вот сейчас, типа, начнут всех разваливать, но что-то, типа, пошло не так, походу, на Stage 1 и Stage 2, как раз-таки тогда поменяли уже Амижина, и, ну, я вот думал, то, что после того, как Амижина поменяли, с Милоном они должны, типа, прям суперсильно заиграть, ну, чуть ли не как мы, там, типа, старые, так сказать, вот, но, не знаю, видимо, есть какие-то свои проблемы. Вот, ты сказал, я, кстати, хотел это спросить на интервью, но не знал, как к этому подвести, а ты сейчас сказал, типа, старые добрые времена, концепция такая, да, есть? Как понять, что ты находишься в старых добрых временах? Наверное, когда ты не думаешь о старых добрых временах, ты находишься в старых добрых временах. То есть, когда ты дошел до какой-то черты, когда все плохо, это уже, типа, старые добрые... Это значит, старые добрые закончились. Да. Ну, как, ты думаешь, у нас закончились старые добрые времена? Или еще идут? Мне кажется, мы только вылезаем из них. Даже при том, что мы имеем неплохой результат на данный стейдж. Нам еще предстоит очень много работы для того, чтобы пофиксить все ошибки, наладить взаимопонимание и еще, короче, очень много-много всего. И это все только временем и большим количеством праков лечится. По команде. Какие качества твоих тиммейтов тебя раздражательнее всего? Дисциплина. А можно с именами или не будем? Да все. Да и все. Окей, давай поговорим о буткемпе, который сейчас проходит. Я всем задаю этот вопрос и очень интересно, как конкретно этот буткемп, мы здесь уже около месяца находимся, как он повлиял на коммуникацию, на качество игры, на дисциплину и так далее, и так далее. Вот расскажи, ну, обширнее, как ты это можешь. Все свои мысли на этот счет. Ну, этот буткемп, он, наверное, самый продуктивный относительно вообще, в принципе, даже всех, которые у нас были. Потому что, ну, как уже и Джосси говорил, то, что ты находишься в одном пространстве со всеми, и ты по факту все, о чем можешь поговорить, типа, это об игре. Ну, не в плане только об игре, а то, что в большинстве случаев, когда у вас есть какие-то проблемы, вы хотите, не хотите, все равно начнете о ней говорить. Наверное, это буткемпе мы преисполнилось достаточно сильно в плане вообще всех аспектов и коммуникации, и дисциплины, всего только, чего можно было. Ну, в принципе, это по результату было видно, то, как мы играли первый стейдж и как мы этот стейдж ну, так, с пробуксовкой пробуксовкой начали второй стейдж, но закончили уже неплохо. Немного общих вопросов. Если бы у тебя была возможность пригласить на дружеский обед любого живущего человека, кого бы ты позвал и почему? Трудный вопрос. Я бы никого не звал и сидел бы, ел за компом. Сам? Да. Общался бы с тиммейтами, например, с кем-то? Вообще, с кем-нибудь? С кем бы ты хотел сильно заобщаться, например, из киберспортивной сферы? Есть какая-то интересная для тебя личность? Да, общался бы с ним. С Пенгу? Да. Кто это? Да, там, какой-то рыжий чел, не знаю. Понял. Во что ты играл на самоизоляции помимо Rainbow Six? Во все, кроме Радуги. Например? Любые старые игры, прохождение того же самого, не знаю, Ведьмака, всех частей, Mass Effect, все то же самое, что я в старом интервью перечислял, но также там разные актуальные новинки, типа фазмофобия, Омон Касса. И это просто любые игры. Ну, примерно последние три дня у нас был Лус 3, где-то игр 20. Подряд? Да, потому что у нас есть два человека, которые очень хуйно играют в моба-игры. Ну, один из них Холвис пока что, потому что он в Лоу Лучей не играл. Второй, Данилов, он никогда в такие игры не играл. И мы сидели, блядь, я 8 утра сдался, пошел спать, но у меня там 91 поинт, это надо было еще 3 обычных выиграть. Мы там Арамы сидели, еле-еле, потели, нахуй играли. Мы выигрывали, только если мне чок отпадал. Я просто как сегодня я бегал 5-6 тысяч хп. За что любишь вообще киберспорт в целом и каково ощущать себя его неотъемлемой частью? Ну, люблю за соревновательность, в принципе, за само название киберспорта, как бы оно о чем-то говорит. Ты еще раньше, когда играл всякие там папчики, мемчики, кс-очки, доти, все время напрягали игры, типа, где у тебя нет никакой цели. Ну, в общем, просто казуальные игры не очень-то особо и нравились. Наверное, этим-то и киберспорт мне нравится. Вот. А что там второе было, я уже забыл. Каково ощущать себя его неотъемлемой частью? Очень хорошо. Очень хорошо. А вот, допустим, победа на Six Invitational 2021, что она тебе может дать в личном плане? Уверенность, стабильность. Да. Многие дотеры, например, которые выигрывали International, они говорят, что у них случается какая-то внутренняя пустота после этой победы. Ты не думаешь, что это может подкосить некоторым образом? Это любого может подкосить. Типа, если каждый ставит себе цель выиграть какой-то конкретный турнир или какой-то конкретный титул, то после его получения ты можешь банально потерять мотивацию и потерять вообще смысл играть дальше. Вот, поэтому я себе не ставлю никаких целей каких-то определенных титулов или турниров. Последний вопрос. Вот скажи, ну, даже два вопроса. Первый. Если бы не Сидж, чем бы ты еще занимался вообще? Вообще, в душе не знаю. Не знаю? Нет, я и в команду-то по Радуге вообще, в принципе, рандомно попал. Я только ливнул Шараги, потому что вообще не понимал, зачем я там нахожусь. Вот. И просто после того, как я ливнул и Шараги, мне спустя там три месяца написали, типа, не хочешь попробовать команду? Все, я вот до сих пор в одном стаке так и сижу. Ну, здорово. Вышло. Реально, прикольно. Получается. Тогда последний вопрос. Условно, когда закончится Сидж как соревновательная дисциплина или когда ты поймешь, что уже всего достиг, чего мог, какие у тебя планы на дальнейшую жизнь? Вообще. Типа после Сиджа или там после киберспорта? После профессиональной карьеры игрока? Ну, после игрока я очень сильно в принципе и сейчас хочу попробовать как тренер, потому что мне очень нравится всем управлять так сказать из-за спины. Ну, чтобы ну, в общем, как тренер просто быть. Я думаю, если я когда-то пойму то, что я уже все не вывожу, не знаю, там руки откажут, там глаза разъедутся, уши отвянут, что-нибудь еще произойдет, то я скорее всего просто стану тренером, а если не получится с тренером, то мне кажется все равно жизнь как-то будет связана с киберспортом, потому что ну, ты как бы знаешь всю систему, ты в ней всю жизнь варишься и почему бы потом не пойти куда-то, где эти знания пригодятся, нежели идти, не знаю, не по профессии, работать там, по знакомству или что-то еще делать. В общем, главное получать удовольствие, я считаю. Болейте за нас, ставьте лайки, там подписки, колокольчики и приходите в ноябре сюда и туда, ну, чтобы посмотреть мажор 6-8 число. Всем бобы. Субтитры создавал DimaTorzok